Режим дня на этой ферме в станице Павловской определяют сами коровы. Они же и решают, когда пришло время идти на дойку. На шее у каждой буренки специальный чип с ее личными данными. Дальше дело вот за этим роботом, который на ферме замещает привычных доярок. Аппарат сам находит вымя, полностью его обрабатывает и подключает шланги. В режиме онлайн компьютер фиксирует даже скорость молока отдачи. Пять минут и робот готов к следующей корове. С живыми доярками все куда сложнее. Где-то не дожали, где-то не протерли. Опять же, недодой вызывает заболевание вымя. Необработанность вымя после доения, до доения. Это тоже вызывает инфекционные заболевания. Здесь этот момент отсутствует. При таком подходе объемы молока сильно не увеличиваются, рассказывают фермеры Бениамину Кондратьеву. Зато качество удалось повысить в два-три раза, до европейских стандартов. Сельское хозяйство губернатор сравнивает со спортом высоких достижений. Без современных технологий результата добиться можно, но высших наград получить уже сложно. Главе Минсельхоза края Кондратьев предлагает продумать возможности производства иностранными инвесторами в регионе подобных систем добровольного доения. Если сегодня наши фермеры говорят, что это себя оправдывает, вот давайте в то, что оправдывает, вкладывать деньги. И вот этого инвестора заводить к нам в край, чтобы они создали не то, что у нас есть, а то, что нам необходимо. То есть вот производство для средств производства, мы не раз уже об этом говорили. Мы должны понимать, что без современных средств, технических средств мы не достигнем высокого уровня сельского хозяйства. Это однозначно. Искать новые решения в сельском хозяйстве нужно не только с технической точки зрения, но и в структуре агробизнеса. На консервном заводе глава региона предлагает его руководству активнее закупать сырье у небольших фермерских хозяйств. Тогда и завод будет работать на полную мощность, и местные жители не останутся без заработка. Организуйте процесс закупки у населения вот этой самой сельхозпродукции. И вы сможете себя обеспечить сегодня вот этим самым сырьем. И население заработает, и поверьте, оно будет стараться максимально вырастить то, что вам нужно, потому что понимают, что вы у них купите и по хорошей цене. Конечно, вы хотите максимально собрать всю прибыль, начиная от выращивания, консервирования, производства. А они тоже хотят заработать. Вы с ними чуть-чуть прибылью поделитесь, с селянинами, и все будет нормально. Хорошо, учтем. Современный подход в районе не помешает и в решении вопросов благоустройства. Делает выводы во время объезда Кондратьев. Центральный стадион сегодня больше напоминает римские развалины, чем спортивный комплекс. Сегодня тут едва ли можно узнать беговые дорожки или зрительские трибуны. Денег на ремонт в местном бюджете нет, опережает вопросы губернатора, глава района. Решение, как вернуть жизнь стадиону, продолжили искать уже на традиционной встрече с активом. Кто-нибудь может, кто из края приехал, там департамент экономики или министерство уже целое, прокомментировать, каким образом вообще стадионом такая ситуация произошла? Что никто не видел, что ли, этого всего? Тут, к сожалению, руководство района решило пойти своим путем. Они не захотели идти по пути капитального ремонта этого стадиона, решили произвести его реконструкцию. На реконструкцию мы не можем передать субсидию, это министерство экономики только может сделать. Ну, дайте микрофон, министерство экономики. Муниципальное образование в 2013 году подали эту заявку, но в 2013 году... Коллеги, я вам хочу сказать, что вот футбол как раз хорошо было бы играть на том стадионе, понимаете, а не в этом зале. А у нас как бы мяч пинаете друг к другу. Вы мне скажите, кто четко вкручит программу и в какую уже. После долгих препираний выяснилось, для того, чтобы начать реконструкцию стадиона, нужно хотя бы подать заявку на участие в программе. Только тогда муниципалитет сможет получить финансовую поддержку от края. Подобная безнициативность замечает Кондратьев в районе по многим вопросам. Здесь ждут инвесторов, но при этом не могут предоставить нужные для производства энергетические мощности. В Павловском большое поголовье коров, высокие надои, а молоко на переработку везут в другие районы. Такое депрессивное настроение – результат управленческих просчетов, говорит губернатор. И советует главе после девяти месяцев работы уже перейти от погружения проблем к их решению. Камни надо начать двигать. Камни, потому что под лежачие камни вода не побежит. И убирайте камни, расчищайте каменистую дорогу для того, чтобы пошли молодые поросли. Чтобы точки роста появились. Если камни, которые сегодня сидят и ждут, что кто-то за них будет что-то делать, никогда мы ничего не сделаем. Или иначе мы будем все время тащить за собой вот такие районы. Владимир Владимирович, вы тоже посмотрите, кто ваши единомышленники. Вот здесь 9 месяцев. Достаточно уже было за 9 месяцев понимать, кто активен, а кто просто так. Балласт. И делать выводы. Организационные выводы. Кадровые выводы. О том, какие выводы сделают местные власти, губернатор пообещал проверить. Свой следующий визит в район, где результатом станет не только улучшение всех показателей развития муниципалитета. Главной оценкой будет настроение населения, акцентирует Кондратьев. Когда с детства тебе родители говорят о том, что это твой народ, и другого народа у тебя никогда не будет, какой бы он ни был. Это твоя страна, и другой страны у тебя никогда не будет, и никакой другой стране ты нужен не будешь. Ты понимаешь цену этому народу и цену этой стране.